Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл беседы о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 22 главу. И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Бог искушает, то есть испытывает Авраама и обращается к нему. Говорит, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его всесожжение, то есть принеси его в жертву на одной из гор, о которой я скажу тебе. И, конечно же, это повеление Бога выглядит абсурдным, потому что Бог обещал Аврааму, что в Исааке наречется ему семя, что у него будет многочисленное потомство через Исаака. И теперь Бог повелевает ему принести Исаака в жертву. Это было непонятно в то время, но нам это непонятно особенно, вот по какой причине. Священное Писание в целом говорит о человеческих жертвоприношениях. Они были в Ветхозаветную эпоху распространены у соседних с Израилем народов с крайним негодованием. Библия эта категорически воспрещает, Библия резко осуждает этих отступников из числа израильтян, которые соблазнялись человеческими жертвоприношениями, которые были у соседних народов. Как говорится в Псалмахе, приносили сыновей своих и дочерей своих жертв бесам, и осквернила земля кровью. И здесь мы видим, Бог отдает повеление принести человеческое жертвоприношение. Чтобы понять, что происходит, нам важно взглянуть на исторический контекст, на то, что это означает в общем контексте Библии. Во времена Авраама человеческие жертвоприношения не были чем-то неслыханным. Сейчас мы живем в мире, который сформирован христианской верой. В мире, где не принято приносить людей в жертву. Это не принято с появлением христианства. Но у язычников приносить жертву людей – это была абсолютно обычная вообще принятая практика. Она держалась в Европе даже до ведения христианства. Например, в Швеции человеческие жертвоприношения продолжались вплоть до первого короля христианина, который дело прикрыл. А так вот, пока страна не стала христианской, людей приносили в жертву. До сих пор людей приносят жертву в Африке. Там какие-то колдуны, которые считают, что если особым образом убить ребенка лет десяти, как-то его там расчленить, то это очень поспособствует успеху, в частности, в строительном бизнесе. Не так давно были новости, что какую-то группу колдунов, африканцев, по происхождению, поймали в Лондоне, когда они пытались совершить человеческое жертвоприношение. То есть, практика человеческих жертвоприношений – это была очень сильно распространенная практика во всем мире, и она кое-где держится и сейчас, поскольку считалось, что человек есть нечто более ценное, чем животное, и если ты хочешь добиться от богов исполнения своей воли, ты должен принести им жертву человека. При этом особенно ценной и, следовательно, особенно действенной жертвой богу считалось принесение в жертву собственного первенца. Свой собственный первенец, свой собственный ребенок – это самое ценное, что у тебя есть вообще, и, принося именно его в жертву, ты показываешь свою крайнюю преданность божеству, и божество тебя должно спасти. Но это все-таки считалось такой крайней мерой, когда люди оказывались перед лицом превосходящих по численности врагов, или эпидемии, или еще какой-то безвыходной беды. Все-таки это была мера достаточно экстремальная, хотя нельзя сказать, чтобы неслыханная. И вот Авраам получает такое повеление, он не особенно удивляется. В его культуре это существует, в его культуре это принято. Но дальше происходит очень важное и интересное явление, о котором мы сейчас прочитаем. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих отраков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отракам своим, «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Авраама отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господний возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади Авен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял Авна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя-место тому, и Ягово Ире, посему и ныне говорится, на горе Ягово усмотрится. И вторичного звал к Аврааму ангел Господний с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я, богословляя, богословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря». «И овладеет семя твое городами врагов твоих, и богословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». «И возвратился Авраам к оторкам своим, и встали и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии». Мы видим, как постепенно нарастает такой драматизм. Мы видим, как они все ближе и ближе приходят, приближаются к тому моменту, когда Исаак умрет. Вместе с ним умрет обетование. И вот долгие десятилетия Авраам ждал рождения Исаака. Наконец-то Исаак рождается. Бог говорит принести его в жертву. И Авраам не вступает в прибирательство, не говорит, ну о чем ты вообще говоришь, как такое может быть, ты нарушаешь свое обетование. Нет. Авраам готов принести Исаака в жертву и почти приносит. И в иудейской традиции это называется связывание, поскольку фактически жертва не была, а принесена Исаак остался в живых. И здесь мы видим, как ангел удерживает Авраама от этого жертвоприношения. И здесь становится ясно, какое это место занимает в библейском отношении к человеческим жертвоприношениям. Потому что история Авраама – это история отмены человеческого жертвоприношения. Древнее право – это право прецедентное. Почему мы не приносим в жертву людей? А вот потому, что Авраам был готов принести, но Бог не принял. То, что Бог не принял Исаака из рук Авраама в последний момент, он отменил эту жертву, показывает, что Бог не принимает таких жертв, не надо ему их приносить. Таким образом, для человека древнего Израиля это повествование было таким прецедентом, было указанием на то, почему мы не приносим жертв человеческих. Потому что Авраам был готов принести Исаака, но Бог не принял эту жертву. Бог сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Поэтому история, если мы читаем ее полностью, это именно история отмены человеческого жертвоприношения, которая указывает на то, что во всей Библии последовательно человеческие жертвоприношения отрицаются. Хотя они были и были интенсивные у окружающих Израиль древних народов. Этот соблазн у людей возникал, что вот я принесу в жертву ребенка, и это будет мощное, сильное, эффективное жертвоприношение. И история с Авраамом, она показывает, что делать так не нужно. Бог призвал Авраама принести Исаака в жертву, и Бог принял его верность, но не принял в итоге его жертву. Приносить Исаака в жертву в итоге не понадобилось. Но в христианской традиции говорят о жертвоприношении Авраама. Почему? Жертвоприношение же не состоялось. Потому что это жертвоприношение Авраама, оно указывает на грядущую жертву Иисуса Христа. Тот, кто действительно будет принесен в жертву, это Иисус Христос. Не единородный сын Авраама, но единородный сын Божий. В Евангелии мы читаем, что Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог приносит в жертву ради спасения человеческого рода своего единородного сына. Читая это повествование, мы ужасаемся тому, что должен был пережить любящий отец, который должен своими руками принести в жертву своего возлюбленного единородного сына. И это открывает нам сердце Бога, который приносит в жертву ради нашего спасения своего возлюбленного единородного сына. Если в истории Авраама Исаак в последний момент избавляется от смерти, в последний момент Бог посылает ангела, чтобы остановить жертву приношения, то в истории Иисуса Христа этого не происходит. Господь молится в саду Гевсиманском, если, возможно, доминить меня чаша сия, но он все равно восходит на крест, ему все равно надлежит умереть ради нашего спасения. И вот Авраам, который готов принести в жертву Исаака, он служит прообразом Бога, который действительно приносит в жертву своего возлюбленного единородного сына, Господа нашего Иисуса Христа. И мы видим, что это готовность Авраама принести эту жертву, хотя она не принята, она вызывает Божье богословение. Бог благословляет Авраама и благословляет его потомков. И это еще один довод против человеческих жертвоприношений в библейской истории, потому что здесь сказано, что у вас есть богословение. Бог вас уже богословил. Вам не нужно покупать это богословение, принося ему еще какие-то жертвы, тем более человеческие. Вы уже богословлены. Благодаря Аврааму и благодаря тем обетованиям, которые Бог дал Аврааму. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, «Вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов. Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кеседа, Хасо, Пилдаша, Илдафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих сынов родила Милка Нахору, брату Авраамову. И наложница его именем Реума также родила Теваха, Гахама, Тахама и Мааху». И здесь перечисляются родственники Авраама, некоторые из которых потом появляются в библейском повествовании. Мы с вами прочитали 22 главу книги Бытия. Мы с вами читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». 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 «Экзегет».